Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе Люберцы. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации. Последняя неделя в городском округе Люберцы прошла относительно спокойно для сотрудников правоохранительных органов. По словам Евгения Романцева, за отчётный период не зафиксировано никаких чрезвычайных происшествий. А вот подразделению Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона пришлось потрудиться. 43 выезда по сигналу тревоги и ликвидация двух пожаров. В результате одного из них пострадали два человека. 28 октября Люберцы, Красногорская, дом 19, дробь 1, квартира 55, трёхкомнатная квартира на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. В результате пожара пострадало два человека, мужчина и женщина, 72-76 года рождения, доставленные в лечебное учреждение. Их жизнь ничего не угрожает. О ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства доложил Дмитрий Шумский. По его словам, на сегодняшний день к отоплению подключены все социальные объекты городского округа. До 6 октября тепло будет постепенно появляться и в жилых домах. Начальник управления рассказал о ходе выполнения капитального ремонта. Все необходимые работы завершатся до 15 октября. Работы по капитальному ремонту 2017 года, напомню, начались 1 августа. На сегодняшний день ремонт кровли всего 52 МКД, это ОЛГЖТ, сейчас в работе 12. Ремонт фасадов всего 96, сейчас в работе 16. Ремонт дороги на улице 65 лет победы подходит к завершению. На территории бывшего завода заменили плиты опорных колодцев, а также провели работы по фрезеровке асфальтового покрытия. Движение по этому участку будет полностью восстановлено уже на этой неделе. Кроме того, в городском округе завершены все ремонтные работы, проводимые в рамках комплексного благоустройства. В текущем году в 56 Люберецких дворах полностью заменили асфальтовое покрытие. Завершаются ремонтные работы автомобильных дорог. По состоянию на 2 октября текущего года завершены работы на 24 автомобильных дорогах общей протяженностью 12,7 километров. После того, как сотрудники администрации рассказали о проведенных работах, участники оперативного совещания по традиции выслушали обращения жителей округа. На Комсомольском проспекте и на улице Транспортная Люберчане просят ликвидировать несанкционированные свалки, а на улице воинов-интернационалистов произвести ямочный ремонт. Также жители муниципалитета просят обратить внимание властей на состояние парка Лапса. Там необходима уборка от поваленных деревьев. Луизия Егезарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.